Завтрак Вся сила природы для красивых, здоровых и блестящих волос Мам, нам скучно У меня идея Как насчет фигурного катания? Да! Ух ты! Здорово! Вкусная награда обоим Натуральное молоко, бисквит и шоколад Киндер Пингви Киндер Пингви, Киндер Пингви, Киндер Пингви, я люблю Это программа «Земля и люди» Мы снова с вами и мы обсуждаем тему языков, живых и мертвых Как живут и умирают языки, как делать так, чтобы они не умирали И в конце концов, можно ли из языка, который вроде как вышел из практического употребления Найти для себя что-то полезное Для того, чтобы иметь более прямой доступ к мудрости человечества и к мудрости высшей С нами сейчас на связи из Еревана Ашак Георгиевич Саркисян Директор Института русской словесности Российско-армянского университета Приветствую вас с Ашак Георгиевич Вы можете поздоровиться с нами на армянском языке? Да, конечно Я здесь в Охченуме мецарго парунайк Вот мы слышим мелодику языка, наверное, не понимая ничего Очень древнего языка, который поддерживается армянским народом в течение многих веков Несмотря на то, что были очень тяжелые исторические обстоятельства, которые подталкивали армян к тому, чтобы они забыли этот язык Евреи возродили свой язык еврит почти что с нуля И так часто бывает так, что язык, который вроде бы не пользуется большим распространением, поддерживается, очень бережно поддерживается народом, а иногда и возрождается Ашак Георгиевич, как вы считаете, то, что армяне сохранили собственный язык, будучи не самым крупным народом, в очень тяжелых условиях, в том числе в диаспоре Это особое какое-то явление в мире или таких явлений есть достаточно много? Я не думаю, что это особое явление в мире Потому что я хочу просто напомнить вам, что в Германии в 20 веке, в первой половине, когда появилось неогумбальтианство Великий немец-лингвист Лео Вайсгербер сказал как-то парадоксальную мысль Об этом нам в университете, на филологическом факультете говорили, что это буржуазный подход Так вот, Лео Вайсгербер сказал, что не язык, не народ выбирает язык, на котором ему говорить, а язык выбирает народ Может быть, на первый взгляд это как-то не понравится многим, но это так, я думаю Насколько язык связан с природой, национальным характером, с климатом, с теми или иными историческими обстоятельствами В том числе с противостоянием с соседними народами или дружбой с этими народами? Естественно, это так Потому что, вот, например, английский язык, у англичан так называемый островной тип языка, который думают несколько иначе Вот мы с вами говорим о том, что у нас в каждой руке пять пальцев А англичане говорят четыре Нам с вами кажется, что это как-то непонятно У них такой тип мышления Вот это то, что тот же самый великий Лео Вайсгербер называл Zwischenwelt по-немецки, этот, между мир Армяне, естественно, представители всех других этносов по-своему смотрят на мир И вот эта своякость, что ли, прошу прощения за такое слово, как раз и присуща всем языкам Вот смотрите, у меня к вам такой вопрос Вот с армянским языком понятно Есть армянский народ, живущий в Армении и не в Армении И, соответственно, мы А зачем в Армении сохранять русский? И сохраняется ли он, кстати? Да, и сохраняется ли он? Я недавно был в Армении, в маленьком городке Вы знаете, мне с большим сожалением пришлось осознать, что я могу объясниться с молодежью Мне нужно было быстро войти в интернет-кафе и там что-то сделать Я могу объясниться только при помощи двух-трех фраз на английском и двух-трех фраз на русском Другое просто не понималось Вот и вопрос Английский, понятно, это язык универсальный, надо с ним путешествовать, он везде работает Более или менее, как это можно объясняться? Вопрос, в Армении нужен ли русский? Конечно, безусловно Я хочу вам сказать, что в Армении зарегистрировано 11 национальных в Министерстве юстиции общин Самая большая община, это община езидов, 42 тысячи человек Вторая по численности община русская, 14 тысяч человек, из коих 5 тысяч молока Но это всего лишь носители языка А вопрос, насколько я понял, был задан несколько иной Русский язык нужен в Армении и нужен, я думаю, как язык культурно-цивилизационного поля Это язык Пушкина, Достоевского, это язык человека Петра Ильича Чайковского, который писал музыку, будучи русским в душе И русский язык сохраняет свои позиции, вот еще раз повторяю, в культурно-цивилизационном поле Очень правильно было сказано о том, что язык все-таки в какой-то степени формируется не только теми или иными историческими истоками, но и природой, и климатом А сегодня мы очень мало знаем о природе и о климате Мы больше смотрим в телеэкран или в экран компьютера, чем на окружающую нас природу Вот не приведет ли эта информационная глобализация к тому, что у нас будет не один язык, а один некий минимальный набор фраз из целого ряда общеупотребительных языков А остальные будут отмирать и останутся уделом ученых, чудаков и энтузиастов Посмотрите, что очень любопытно Казалось бы, интернет-коммуникация, масса всего По идее, две версии существуют, да, что может развиваться какой-то язык, типа эсперанто, условно говоря, да, там, для интернета Ну, английский, предположим, да Но, оказывается, природа оказалась хитрее Да, какие-то фразы общие есть Но на самом деле технология пошла по другому пути Она пошла по пути создания все более и более совершенных автоматических переводчиков Вот что интересно То есть в интернете не господствует английский язык, да Там переписывали на разных, как русский, по-русски, армяне, наверное, по-армянски и так далее Вопрос шрифтов решается легко Продающие сейчас телефоны, вот это, скажем так Но у этих переводчиков очень низкий культурный уровень Они же не могут перевести поэму адекватно Поэму адекватно они могут перевести, но развиваются они с такой скоростью Что как минимум простые фразы они переводят легко То есть машина нас излечит Не знаю, но интересный процесс Язык является очень древней структурой кодирования Очень древней Он не может... Проверка действенности языка какого-либо отдельно взятого языка По науке лингвистики довольно-таки века занимает То есть не может с языком ничего случиться Это крепкая очень структура Язык... Все, что появляются какие-то такие вот вспомогательные языки Или пиджины, или какие-то суржики Это всего лишь такие дополнительные гаджеты Которые не могут пошатнуть такой крепости огромной Как... Такой дарованной им вещью, как язык А кто хранитель этой крепости? Кто ее этот самый защитник? Это только ученые мира, это школа, это СМИ А СМИ все больше переходят на пиджины и суржики Павел, можно... Павел, надо реплика в ваш адрес Вот вы говорите сейчас суржики, пиджины, да, и прочее Но ведь идиш, это тоже пиджин Только обретший свою ткань человеческую, понимаете? Так же, как креольский язык Это что такое? Креольский, это французский? Нет, это... Он разный и креольский Так ведь люди, которые пришли в Германию, евреи, да Они не выучили немецкий язык Они выучили и создали новый Потому что они хотели иметь свою общность Я говорю, что у пиджина и у креольского языка Есть огромный потенциал, который может позволить им стать красивым, богатым и фактурным языком И это прекрасно То есть я ничего не хочу сказать, так сказать, никак обидеть пиджины или суржики У них есть богатейший потенциал, это прекрасные вещи Но они, мой пункт заключался в том, что они не могут повлиять на тот или иной язык, среди которого они существуют, негативно Они могут только его обогатить, фольклоризировать, добавить цветастости Либо вообще никак не повлиять Либо обогатиться за счет взаимодействия с этим языком Кроме того, мы говорим сейчас скорее Мы говорили о компьютерных, технических пиджинах и суржиках А не таких, как разного рода койны языки Включая идыш Мы говорим скорее вот об этих вот интернетных гаджетах И про них я сказал, что они не пошатнут такой крепости, как органически Свойственны человеку, как дар изначально, такой вещь, как язык Потому что они могут только помочь или не помочь Но пошатнуть, помешать у них нет сил Они неизмеримо меньше явления Я надеюсь, что изменения, которые происходят с языками Будут не разрушительными, а будут помогать людям Обогащать не только свою речь, но и свое мышление И свой образ жизни Не только мудростью веков Но и тем, что они сами придумывать будут В том числе в лингвистической области Я надеюсь, что древние языки будут все в большей степени Источниками для тех языков, которые сегодня развиваются И в конце концов, я надеюсь, что в обществе будет достаточное количество людей Которые смогут и хранить язык, и творить язык А для этого нужно воспитание и образование Которого желаю всем нашим слушателям и нашим обществам в целом Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok